Они три произвольные точки на плоскости, не лежащие на одной прямой. Постройте треугольник, у которого они являются серединами сторон. Повторяю условия задачи. Кто-то взял, нарисовал треугольник, отметил у него середины сторон, и все стекло, кроме этих трех середин. Задача. Восстановить исходный треугольник. Циркуль, линейки, пожалуйста. То есть у нас был треугольник. Нет, это был треугольник, а это середина, 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 середина. А, А, Б, С это середины или это? Это середина сторон. А, это данные точки. Да, тогда, пожалуйста, и курс середини. Дальше. Итак, мы строим циркуль из точки А, Б, то есть центра А, радиус А, Б. Ну, постойте дальше. Дальше, из точки С мы строим, из точки А мы строим доходят С. Это откровенность центра А. Я прям так и представляю, как точка А мы строим доходят С. Раньше мы были дальше от точки А, но нам недоплатили, и мы решили уменьшить расстояние до точки А. Например, такой геометрии не бывает за постой. Если вы рисуете окружность центра в точке А, и у вас одна есть, то концентрическая окружность не может взять и пересечь, даже на большой звук. Или вы рисуете окружность А на В? Нет, окружность А на А. Как такое бывает? Еще раз повторяю. Когда у вас есть один центр, и всевозможные окружности с этим центром, картинка вот такая, понимаете или нет? Мы не можем окружность взять и сюда сбежать. Не бывает. Закричься, а? Позадите, не решите, что? Итак, смотрим быстрее на картинку, рисуем произвольный треугольник, рисуем у него середину сторон, и думаем, как же посерединам сторон восстановить это все. У вас есть циркуль, линейка. Все, что можно сделать, а и не очень многое можно сделать. Все ваше. Смысл такой. Вот как же нам эти пунктирные линии восстановить? Да. Дай мне сейчас что-то, пожалуйста. Как? Отлично. Как это делать циркулью линейкой? У вас есть реально два чертежных инструмента. Линейка и циркуль. Что вы будете делать? Не надо на доску смотреть. Вернитесь к нам, расскажите. Я взял линейку, я взял циркуль. Что дальше делать? Я взял циркуль, и мне надо, как мы сделали, окружность вокруг точки А. Только не вокруг точки, а окружность с центром в точке А. Каким радикусом? Сума радикусом, чтобы он, радиусы лучше, 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 лучше. А зачем? Зачем вам окружность с центром А и радиусом АВ? Как раз, потому что, потому что, потому что, это разный отрезок. Вот у вас есть какая-то искомая точка Z. Смотрите. Вот у вас здесь есть какая-то искомая точка Z. Здесь есть какая-то точка Y. Здесь есть точка Y. Отрезок А, Z не равен отрезку АВ. Поэтому, когда вы возьмете ножку цирки, вы поставите в точку А и проведете окружность с радиусом АВ, она не обязательно пройдет через точку Z. У меня тут на прошлой неделе пришла автория освещения темы. Кто-то не знает, это профессор Мехмата. Например, у него возраст вполне себе замечательная тематика, он вполне себе хороший преподаватель. И он, правда, на три года меньше, чем я, потому что он начал в 1985-м, когда я в 1982-м. Но, тем не менее, с такого временного расстояния это уже не воспринимается. В общем, до вашего рождения он начал работать на маму и к маме и работать, работать и работать. И на прошлой неделе у меня возникла мысль. Из-за того, что вот там всякие мероприятия были около ферстета, народов было чуть-чуть меньше на занятиях главного здания, чем обычно. Кстати, удивительно, что было именно чуть-чуть меньше. Я придумал, что вообще никто не придет, когда это придумал. А на самом деле на занятиях пришло в примерных словах, я же говорю, ну, не важно. Важно, что я ему рассказал. А давайте объединим наши кружки и что-нибудь такое вместе расскажем. Объединимся к объединению. И Мощеритин стал вести занятия. И, соответственно, половина школьников там с него кружка, половина с него ведет, рассказывает что-то, рассказывает. Например, полностью прошло. И я тут заметил, что мой народ еще более-менее слушает, ну, действительно, более-менее слушает, а практически все школьники, которые к нему на кружок ходили, которые, казалось бы, должны его, ну, если бы уважать гораздо больше, чем меня, потому что, как бы, они к нему ходят уже почти год, уже март месяц. Вот. Достали мобильные телефоны и наярируют, кто в другой играет, кто смс не пишет, вот, кто вообще почти заснул там. Садитесь. Решить задачу, после этого выходить. Вот. Я тогда им говорю, слушайте, ребята, ну, давайте мы все-таки разберемся, о чем сейчас, я ему говорю. Не знаю, мы не слушаем. Хорошо, давайте мы уберем телефон, и давайте мы все-таки вернемся и поймем, о чем же он говорил. Да ладно, зачем? Вы же все равно вы слушаете. Секунду. Зачем вы сюда пришли? Играть с телефоном или все-таки узнать какую задачу, как его рассказывают? Вы что, считаете, что школьник, внимание, это говорит 11-классник. Вы что, считаете, что нельзя школьнику поиграть в телефон на уроке? Зачем ты пришел вообще? Если не слушаешь преподавателя, как, как зачем? Я на лекциях профессора. Не слушаешь. Как? Ну что вообще? Имеет право играть в телефон. У нас лекция сейчас. Ну, давай разберемся. Тут о миллиардах рассказываем. Вот куда там, какой шарик отразился? Давай посмотрим. Кстати, мы потом стали смотреть, действительно разобрались. Нет! Если нельзя играть в телефон, я уйду! И действительно встал, и действительно гордо ушел. Ребята, я вот эту красивую выяснил, что товарищ 11-й класс. Он действительно искренне считает, что сам факт того, что у него преподает Николай Германович Мощевитин, на всяком случае, действительно специалист по теории чистки, действительно математикам. То есть это не кто-то там, кто не понимает, о чем говорит, да? Отлично! Я спрашиваю славу Мощевитина. Слушайте, у вас есть замечательная, просто очень много знакомых. Все, конечно, замечательно, а что он у тебя в телефон играет? Ну как? Все говорят, ну хорошо, а что ты, извини, не останавливаешься? Почему я могу все остановить? Чувствую приватить? Ну как? Ну надоело уже. Понимаете, что ты пишешь? Человек, если я потерял энергию борьбы, он один раз не говорил много лет назад, что надоело уберить свои телефоны, второй раз, третий, и все, и вдруг он понял, что почти они у всех, что? Буду я просто рассказывать в свое решение задачи, правильно, а то, что не слушают, это, в конце концов, их проблем горит все, я вспомнил. Ребята, это страшная вещь, по секрету скажу, когда вы в школе, чаще всего учителя так не делают, но огромное количество университетских преподавателей действительно в некотором смысле сломались. Я даже объясняю, почему в школе мы считаем, что это все-таки редко делают, а в университете часто, потому что в школах чаще всего класс относительно небольшой, и поэтому все-таки учитель, что называется, более-менее всех видит, а в университете часто лекции читают с разным рамками. Вот это вот, что видите, сидит в местном студенчестве групп, соответственно, преподаватель приходит, читает свою лекцию и абсолютно верит в то, что перед ним сидят те, кто только в телефоне на кнопочке нажимать может, там какой-нибудь там визу, что я обещал, и все. Ребята, это на самом деле ужасно, потому что, повторяю, сам по себе ущерительный, человек хороший, сам по себе очень знающий, но я вдруг увидел, что при всех его усилиях он, конечно, надеется, что вот там среди этих вот там 20, там, не знаю, это 18, достали телефон, но вот есть те два человека, которые его слушали, на самом деле я вам скажу, что, к сожалению, скорее всего нет, потому что и те двое достали просто не знаю, потому что либо все учатся, либо все не учатся, да, очень трудно учиться, когда вокруг тебя все трепятся, просто психологически, да, когда сидишь, вокруг тебя, так сказать, все вымечат, о чем-то о своем, очень трудно при этом сосредоточиться, еще раз, я обычно виден хорошую фрону, он просто встал от того, что все время говорить, остановитесь, восстановитесь, а они останавливаются, здравствуйте, здесь линейка даже не нужна, здесь очень легко сделать цифры, точке x, y и z, я вам даже больше скажу, достаточно провести всего лишь три окружности, вы догадаетесь, какие, давайте, я нарисую картинку, значит, вот есть какой-то треугольник, один, я не взял, я не взял, я не взял, запоминайте, пожалуйста, что мы знаем о средних линиях, Из-за того, что с ростом проблема, понятно, что не удалось провести настоящую окружность, но смысл-то понять, действительно, вот этот отрезок выжигает, поэтому вы действительно можете провести вот такую окружность с центром в точке В, отлично, а с центром в точке А какую натура к окружности? А? Все понимают? Окружность с центром в точке А в пересечении с той окружностью, да, с там точку З, соответственно, с центром в точке С, как вы берете окружность? Радиусом А, В, конечно, и там вот, где она пройдет, у вас возник, все, спасибо, все правильно, повторяю еще раз, Значит, от вас всего лишь требуется с центром в точке А провести окружность радиусом ВС, с центром в точке В провести окружность каким радиусом? АС, и с центром в точке С провести окружность радиусом АВ, абсолютно верно. Ребята, теперь очень важное соцветление. Что делать, если вам изначально дали не треугольник, а пятиугольник? Одна из моих любимых задач в диаметре в точке, Потому что она очень хорошо объясняет, например, вот эту тему про средние линии. Как только мы ее решим, очень многое вам станет понятно. Давайте объясним. Представьте себе раз отрезок, два, три, четыре или пять. Заметьте, пожалуйста, пятиугольник даже не обязательно будет. Берем середину вот здесь, ставим точку А здесь и, наконец, середину вот здесь. После этого, оставив точки АВСДЕ, все остальное измеряем. Задача – восстановить весь чертож. Кто легко и просто расскажет, как восстановить произвольник, как восстановить произвольник пятиугольник по серединам его сторон. Заметьте, это во много раз трубнее, чем треугольник. Потому что в случае треугольника, вот эти вот отрезки наши, АВС и АС, это на самом деле были половины сторон. А здесь ничего подобного. Здесь отрезок АВ не является половиной никакой сторон. АВСДЕ.